28 мая представители малого бизнеса в Чите останутся без своих рекламных мест. Порядок проведения торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций поменялся с аукциона на конкурс. На сбор документов даётся 30 дней, но сведений на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов нет, только на портале администрации города. До конца конкурса осталось 10 дней. Для представителей независимого объединения предпринимателей Забайкальского края это стало фатальной неожиданностью. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно собрать очень большой пакет документов. Этот пакет документов очень сложный, там нужно высчитывать, делать архитектурный проект, высчитывать ветровые нагрузки. И быстро это сделать никому не удастся, даже тем компаниям, которые специально занимаются этими вопросами. И, конечно, большим является минусом то, что если вы даже собрали документы, если вы даже сделали большие расходы, у вас нет гарантии, что вы выигрываете этот конкурс. И тогда большая часть предпринимателей напрасно потратила свои средства. В итоге выигрывает участник, который подал заявку в первых рядах. Также по условиям конкурса места под рекламной конструкцией теперь продаются оптом. Многие предприниматели столкнулись со следующей проблемой. Если раньше билборды и сети форматы можно было размещать и объявлялись аукционы на единицу рекламной конструкции, и даже самый маленький предприниматель мог себе организовать рекламную площадку, чтобы продвигать свои товары и услуги, то на сегодняшний день объявлен конкурс, где лоты составляют порядка 25 единиц. И для небольших предпринимателей это становится, во-первых, неподъемно по деньгам, ну и самое главное, что таким образом ограничивается конкуренция. Самым важным фактом являются подсчеты представителей независимого объединения предпринимателей Забайкальского края. В городе 750 конструкций. По конкурсу каждый уходит по 10 тысяч рублей. Итого 7,5 миллионов рублей в год. Срок аренды 10 лет. Город в итоге получит 75 миллионов. По аукциону, за который ратуют предприниматели, стоимость только одной конструкции может дойти до 100 тысяч рублей. Итого 75 миллионов рублей в год. А за срок аренды в 10 лет это 750 миллионов. Более того, некоторые предприниматели готовы потратить свыше 100 тысяч рублей за конструкцию. А если прибавят еще и налоги, то сумма средств, которые могли бы поступить в бюджет города, в таком случае близка к 1 миллиарду. В связи с постановлением, конечно же, мы на конкурс попасть не можем, потому что в годе участвует от 25 до 28 мест. Ну, это для нас, конечно, многовато. Ну, а в целом, конечно, если это будет меньше, это будет аукцион, то мы готовы. До 120 тысяч я бы, конечно, посоревновался. До конца конкурса осталось 10 дней. Телеканал ЗАП-ТВ отправил запрос в администрацию города для того, чтобы получить официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. А представители независимого объединения предпринимателей Забайкальского края готовят исковое заявление в прокуратуру и антимонопольную службу, а также обращаются в администрацию города с заявлением. Цитата. Объявленный конкурс показывает непрозрачность и сформирован под заказ конкретных предпринимателей. Основанием для таких утверждений является синхронность подачи заявок несколькими фирмами, отсутствие публикации на официальном сайте по проведению торгов, повышенной сложностью подаваемых на торги документов, которые искусственно отсекают остальных добросовестных участников от возможности победить в данном конкурсе, выигрывает тот участник, кто подал заявку на торги первым. Вячеслав Бортнинский, Максим Лобачев, ЗАП-ТВ